Меня зовут Дмитрий Коробченко, я из компании NVIDIA. Сам я занимаюсь исследованиями и разработкой в области глубоких нейронных сетей, машинного обучения, компьютерного зрения, обработкой изображений. Где-то уже 7-8 лет всем этим занимаюсь. Сегодня я вам расскажу больше не про какие-то теоретические аспекты машинного обучения, а скорее про практические, то есть когда вы начинаете применять алгоритмы машинного обучения в реальной жизни, в каком-то в продакшене, вам нужно не только знать и делать так, чтобы ваши алгоритмы хорошо работали в плане какого-то качества, но еще вам нужно очень часто, чтобы ваши алгоритмы работали быстро. И вторая вещь, вам нужно, чтобы весь ваш процесс разработки тоже занимал какое-то вменяемое время, а не так, что вы, допустим, все делаете с нуля, изобретаете какие-то велосипеды, повторяете чей-то уже пройденный путь и тоже тратите много времени. Чтобы этого избежать, смотрите, доклад называется «Быстрое обучение и inference». Для тех, кто не знает, inference – это, собственно, процесс боевого режима работы вашей модели или нейронной сети, когда мы уже запускаем, например, распознай нам, пожалуйста, картиночку или предскажи нам какой-нибудь результат. Это называется inference. И, соответственно, когда мы модель подготавливаем, это называется обучение. Так вот, как сделать быстрое то и другое? Под AI все-таки мы скорее будем подразвивать нейронные сети современные, но какие-то другие алгоритмы машинного обучения тоже на весь мой рассказ как-то лягут. И рассказывать я это буду с точки зрения конкретных инструментов, то есть как сделать быстрый inference, быстрое обучение с помощью конкретных инструментов. И так вышло, что очень много инструментов конкретно есть у компании NVIDIA. Сейчас объясню, почему. Начнем с того, что, опять же, я сказал, что такое быстрый inference и быстрое обучение. Это, с одной стороны, быстрая разработка процессов, то есть как буквально за несколько дней все развернуть, все поднять, чтобы все работало. И второе – это непосредственно быстрые вычисления, то есть как сделать так, чтобы ваша нейронная сеть работала быстро. Например, вам нужно в режиме реального времени поток видео обрабатывать или еще что-нибудь. Вот как все это сделать. Давайте начнем с того, что вообще посмотрим не на какую-то отдельную область, а на целый стэк технологий сверху вниз. То есть начинаем с железа, hardware, потом какие-то инфраструктурные вещи. Объясню, что это такое. Потом, собственно, непосредственно то, где мы больше всего с вами будем вариться, это языки программирования, какие-то библиотеки, тулкиты, SDK и так далее. Потом идет некоторый слой более таких высокоуровневых уже библиотек, с которыми непосредственно работает разработчик, допустим, системы, какой-то искусственного интеллекта, разработчик какой-то прикладной программы. В случае нейроистей это конкретный какой-то список высокоуровневых фреймворков, с которыми конкретно уже data scientists работают. А это вот вещь, вот эта вот фиолетовая, это что-то такое промежуточное. Ну и сверху идут ваши замечательные приложения, которые вы будете разрабатывать. Так, давайте начнем с hardware. Ну вот так вот замечательно вышло, что можно на три более-менее такие непересекающиеся почти группы разделить железо в плане вычислителей, которые участвуют в машинном обучении. Ну, во-первых, это просто центральный процессор и стандартная какая-то наша архитектура. У нас есть процессор, память, вот все, мы вычисляем какие-то программы. Потом есть графический ускоритель или GPU. Это штука, про которую я много буду рассказывать. Штука, которая изначально создавалась для графики, но потом оказалось, что во многих других областях эта вещь применима, в частности в машинном обучении. И третье, я это назвал FPGA, но на самом деле сюда идут всякие разные специализированные процессоры под конкретные задачи. То есть, допустим, у нас есть одна конкретная задача – посчитать нейронную сеть или, не знаю, намайнить биткоинов. И вот мы про них, конкретно для этих задач, разрабатываем специальное железо, которое, скажем так, потенциально должно лучше работать, если задача достаточно узкая. Итак, почему GPU? GPU сейчас, как бы, де-факто, один из основных инструментов в плане hardware для любой серьезной разработки в плане нейронных сетей. То есть, да, действительно, если у вас какой-то маленький алгоритм, типа какой-то классификатор пользователя или еще что-то, который работает с маленьким объемом данных, где не нужен массовый параллелизм, да, действительно, возможно, вы сможете обойтись без GPU. Однако, если, например, вы работаете с большими данными, большие данные – это, например, изображение, видео, какие-то тексты, и, соответственно, со сложными нейронными сетями, которые используют, там, большие какие-то матрицы умножают и так далее, с процессором обычно у вас возникнут проблемы. Почему? Наверное, вы все знаете, что в машинном обучении очень много операций линейной алгебры. Такие операции, как, опять же, умножить матрицы, там, сделать свертку, еще какие-то вещи, допустим, попиксельно или поэлементно что-то сделать с большими массивами или матрицами. Если вы это делаете на CPU, опять же, даже если вы это с помощью каких-то векторных инструкций, все равно вы не сможете это массово распараллелить. А GPU, графический ускоритель, они так, как создавались для графики, то есть, по сути, опять же, там есть такой pipeline по обработке картинок. То есть нам, например, нужно в каждом пикселе сделать какое-то затенение, если мы сейчас про графику говорим. И вот уже на том этапе, когда это делалось для графики, это уже было, скажем так, распараллельно хорошо. Потом люди увидели, ага, но мы можем то же самое железо использовать для каких-то других операций. Например, вот опять же, для перемножения матриц. И это уже называется GPGPU, то есть General Purpose GPU. Использование графических ускорителей не только для графики, но и вообще для задач такого широкого назначения. И тут, значит, люди выпустили, соответственно, NVIDIA выпустила библиотеку CUDA, которая разработчикам помогает не писать все это хакерскими способами с помощью графических шейдеров, вот эти все умножения, там, матриц и так далее. Или какие-то вещи распараллеливаемые. А именно такую стандартную хорошую библиотеку, уже, скажем так, достаточно прикладную, чтобы можно было какие-то вещи делать. Окей, это еще я даже не рассказал про нейронные сети, то есть до них еще дело не дошло. Потом, допустим, случился бум нейронных сетей. В основном сверточные нейронные сети пошли. В 2012 году, скажем так, все более-менее стали ими заниматься, и нужно было как-то действительно быстро уметь решать. Вы, наверное, слышали, что успех глубокого обучения, вообще дип-лернинга, основывается на трех таких китах. Первое – это доступные объемы данных. У нас много теперь картинок появилось, много каких-то данных других типов. Второе – это, соответственно, сами алгоритмы машинного обучения развиваются, то есть люди, инженеры какие-то, или ресерчеры изобретают все новые, очень классные, умные алгоритмы. И третье стало возможным как раз за счет того, что поняли, что можно это все распараллеливать классно на GPU. Это, собственно, третья причина успеха глубокого обучения – массовый параллелизм. И тут компания NVIDIA тоже посмотрела, ага, есть бум в плане нейронных сетей. Давайте мы еще как-то поможем разработчикам. И уже стали выпускать специальные инструменты, заточенные под машинное обучение. Но процессоры, плюс-минус архитектура у них осталась та же до поры до времени. Потом даже в архитектурном смысле стали происходить какие-то изменения, покажу позже какие, которые нацелены уже непосредственно на более узкую задачу, чем GP, GPU, а именно конкретно на нейронные сети и машинное обучение. То есть, по сути, сейчас, если вы спланируете заниматься таким серьезным, хорошим машинным обучением, это может быть даже не только нейронные сети, а какие-то другие алгоритмы, но там, где есть большие данные, нужно все быстро, чтобы работало. Как правило, кроме CPU вам потребуется GPU. По поводу FPGA и прочих вещей. Это действительно используется, но, как правило, используется либо, допустим, только на этапе инференса, когда у вас уже, вы все обучили модели, вам нужно ее на каком-то устройстве запустить, либо на мобильном устройстве, либо в каком-то там дроне или роботе. То вы туда вставляете уже какой-то специализированный процессор, который, как правило, еще, скажем так, у которого низкое потребление энергии, там низко, не очень он тепловыделяющий и так далее. То есть это какие-то специализированные решения. Однако все равно нельзя сказать, что это прямо вот мейнстрим, и везде это поголовно используется, особенно на этапе обучения. Ну вот, что касается hardware, давайте посмотрим, что есть у NVIDIA для этого. Вообще, на самом деле, практически, начнем с того, что, дисклеймер, практически любая GPU, там более-менее современная, подойдет для задач машинного обучения. Если туда можно установить CUDA, если туда можно установить CUDA-NN, а скорее всего можно, то там это можно использовать. Однако есть, тем не менее, все равно более специализированные и направленные на это дело продукты. Значит, начнем с того, что вот появилась архитектура вольта, где-то, по-моему, там полтора года назад. Поэтому вот тут вы видите буковки V, Titan V, Tesla V и так далее. С этой архитектурой, можно сказать, одно из первых таких появилось решений именно в железе, которые способствуют ускорению, там, inference или обучения. Позже про них расскажу. И конкретно продукты есть, вот, допустим, Titan V, это GPU, который вы вставляете прямо в какой-то PC свой, Tesla V100, это вы вставляете в свое облако или в кластер. То есть, если вы, например, каким-то облачным сервисом пользуетесь, типа Amazon или IBM Cloud, там, скорее всего, что-то такое будет. И новая вещь, это уже следующая архитектура, Turing, которая современная, Tesla T4, это непосредственно штука, которая заточена на inference. То есть, она такая маленькая, опять же, low power, то есть, с низким потреблением и непосредственно, скажем так, позиционируется как вещь для inference. То есть, это что касается GPU. Но, опять же, повторюсь, что, в принципе, какие-то более там простые видеокарты, которые даже там в игровом сегменте больше продаются, тоже подойдут для этих задач. Опять же, если мы идем немножко дальше, если вы хотите какое-то серьезное решение использовать, то есть такие вещи, как готовые сервера, можно сказать. То есть, есть такие вещи, как DJI Station, там 4 вольта находятся, DJI X1, там 8 вольт, и DJI X2, там их целых 16 штук. То есть, это такой, в общем, огромный как бы суперкомпьютер, который, если у вас какое-то, допустим, есть уже солидное подразделение, Data Science, и вам нужно, вы, допустим, посчитали, что вам по какой-то причине в облаке это все невыгодно делать, тогда вам нужно все локально делать. И вот один из примеров, это вот, собственно, купить какую-то такую штуку. Ну и третья такая интересная вещь, это если вы уже каким-то более специализированными вещами занимаетесь, а именно здесь представлены вещи для автоматически пилотируемых автомобилей, то есть Drive, планируется, что это будет, скажем так, использоваться в реальных автомобилях. То есть если сейчас в каких-то там экспериментальных прототипах автопилотов вы просто там, люди просто вставляют действительно какие-то прям компьютеры себе в багажник там с настоящими вот этими графическими карточками, то почему бы нам не сделать какое-то специализированное решение. И вот, допустим, оно, это вот называется Drive AGX, там Xavier или Pegasus, в общем, решение конкретно заточенное под автомобили. А NVIDIA, кстати, очень, так сказать, активно в этом направлении развивается. И вот тоже есть куча своих технологий в этом направлении, в автопилотах целый стэк. Вот. И второе, это Jetson штука, это про роботов, про каких-то дронов, то есть, грубо говоря, устройства, мобильные какие-то штуки, embedded устройства и так далее. То есть, опять же, очень маленькая вещь с очень низким энергопотреблением, то есть, вот где-то вот на стыке между таким хорошим GPU и FPGA. То есть, вещь, опять же, предназначена для каких-то там, скажем так, мобильных вещей. Окей, это все, что касается железа. Теперь, что произошло в архитектуре вольта? Значит, вот в чем hardware, особенность ее? В том, что если раньше, допустим, были просто так называемые CUDA-ядра, то есть, по сути, вещи, которые изначально еще для графики использовать, потом их адаптировали для машинного обучения, то потом увидели, что все-таки в машинном обучении вполне конкретный тип операции используется, а именно вот реально очень такие массовые матричные умножения. Это первая вещь. И вторая, люди заметили, что в машинном обучении не обязательно нам иметь очень хорошую точность вычислений. То есть, если мы там не вычисляем какой-то ядерный реактор, а именно просто, допустим, делаем какое-то предсказание, классификацию, то там вот эти все вещи статистические, там допускается погрешность. То есть, нам в финале, например, нужно просто дискретно проклассифицировать. Это у нас класс номер один или класс номер два. И поэтому, если вероятность принадлежности к какому-то классу она будет не очень точная, то есть, допустим, там уже четвертый знак после запятой будет неправильный, это не так страшно. Но зато мы кучу времени сэкономим на вычислениях. Поэтому вот появились такие ядра, во-первых, они там очень быстро все параллельно делают, во-вторых, они работают в пониженной точности. Называются тензорные ядра. Тензор корс. Они работают в точности floating point 16, то есть 16-битный float. В то время как обычный стандарт для любого data science это 32-битный float. То есть, вы можете делать так. Например, вы все можете свое обучение делать в floating point 32 в хорошем таком качестве. Потом вашу модель конвертировать в FP16, floating point 16, и уже быстрый inference на тезерных ядрах запускать. То есть, вы получите такой существенный прирост. Дальше, на самом деле, можно на этом не останавливаться, еще дальше понижать точность. Вот уже, например, в следующей архитектуре тьюринг, то есть, вот последний, который сейчас, там кроме FP16 есть еще, собственно, 8-битные умножения. То есть, это вообще целочисленные умножения в int8. Ну и можно пойти дальше и вообще, грубо говоря, int4. То есть, это такая еще более-менее экспериментальная вещь. Но, тем не менее, есть статин, скажем так, вообще экстремальный на тему, допустим, а что если мы вообще будем бинарные веса использовать. То есть, это экспериментальная вещь, но, как бы, как задел на будущее, я думаю, это стоящая вещь. А вот int8 – это реально работающая вещь. То есть, можно действительно так скалибровать веса вашей нейронной сети, что это будет работать, допустим, просто в целых числах. Для этого, конечно, некоторая калибровка понадобится, чтобы там диапазоны правильно ходили. Но, тем не менее, это очень быстро будет работать. Ну, понятно, да? То есть, быстрее умножить целочисленные матрицы с маленькой точностью, чем там долго гонять, допустим, FP32. В общем, вот за счет таких аппаратных вещей, ну и софт тоже под это все дело подъехал, очень существенно удалось ускорить инференции, иногда даже обучение. Все, закончились с железом. Переходим к такой вещи, как инфраструктура. Значит, что я под этим подразумеваю? Ну, смотрите, вот если между, скажем так, операционной системой, вот у вас есть операционная система на вашем сервере, и чтобы там использовать какие-то там языки программирования, какие-то библиотеки, вот между этим, вот про эту прослойку я хотел бы поговорить. Если кто не слышал, хочу рассказать вам про замечательную вещь, такую как докер. Что такое докер? По сути, это что-то среднее между виртуализацией и тем, как оно у вас просто работало бы, если бы вы просто все программы ставили бы прямо вот в систему вашу. То есть это некая контейнеризация. Все ваши библиотеки, ваша куда, например, или еще что-то, оно как бы упаковано в такой некоторый контейнер, так что вы можете несколько контейнеров, не пересекающихся использовать, так что у вас все как бы живет в такой внутренней среде. Но в то же время эта штука предоставляет нулевой оверхед. То есть у вас нет никаких задержек на то, чтобы там с гипервизором связываться, то, что вот в стандартной виртуализации. То есть это, по сути, бесплатно с точки зрения производительности. И, как правило, реально, вот если кто знаком, допустим, есть такие вещи, как environment в питоне. Похожая вещь, но там вы, грубо говоря, какие-то в конкретной библиотеке зашиваете в некоторый environment, конкретные версии библиотек зашиваете в environment, чтобы у вас, например, для одной задачи я использую там, ага, вот эту библиотеку, версия 3. Для другой задачи мне нужна версия 4. Вот чтобы я там постоянно это все не переставлял, чтобы у меня все это как бы зависимости версии не ломались, я использую контейнеры. Так вот, есть отдельно эта вещь называется для питона Python environment, virtual environment. А вот если вы хотите не только про питон, а вообще, скажем так, про весь софт, например, CUDA, какие-то другие плюсовые библиотеки, еще какие-то вещи. Вот докер идеальное решение для этого. То есть вы создаете какие-то контейнеры с каким-то наполнением под конкретную задачу. И как бы у вас, например, несколько задач, вы можете на одной и той же машине решать, но запускать их в разных контейнерах. И у NVIDIA есть такая вещь, как NVIDIA GPU Cloud. То есть, по сути, это уже готовые контейнеры, заточенные, заоптимизированные на конкретные задачи или на использование конкретных фреймворков. Вот, например, есть TensorFlow framework, популярный для нейронных сетей. И он, конечно, да, уже работает на GPU, но иногда для него нужна какая-то дополнительная оптимизация. И вот конкретно, если вы не хотите ничего дополнительно настраивать, вы можете взять готовый контейнер и все, вот его, грубо говоря, развернуть на своей машине или в облаке или еще где-нибудь и уже начать работать. То есть, сразу писать какой-то код, ничего не устанавливать. То есть, иногда доходит до того, что если у вас пришла пустая машина и вам нужно развернуть на ней всю среду, доходит до того, что этот может сутки или даже неделю занимать, чтобы все версии правильно настроить. А с контейнерами вы просто берете готовый контейнер под вашу задачу, разворачиваете его, оп, и все, поехали. Вот, это вот NGC, там уже есть готовые контейнеры. Вы можете свои любые контейнеры писать, просто используя докер. Но вот в NGC есть готовые контейнеры под конкретные задачи. Дальше. Если пойти немножко еще повыше, то одного контейнера вам может быть недостаточно. И вы, например, какая-то сложная инфраструктура, которая использует несколько различных контейнеров. Как вот, знаете, например, если вы веб-сайт какой-то пишете, у вас в одном контейнере вертится, крутится база данных, в другом у вас там Apache сервис и так далее. Они как-то между собой взаимодействуют. Вот все то же самое, если у вас есть с пользованием GPU. Теперь вы можете использовать такую вещь, как Kubernetes. Но это, опять же, более такой продвинутый уровень. Для новичков это, наверное, не очень нужно. В общем, Kubernetes – это такая штука, которая позволяет, опять же, оркестрировать, можно сказать, или как-то вот налаживать взаимодействие между докер-контейнерами. И с недавних пор эта штука теперь поддерживает GPU. То есть, если у вас есть какой-то кластер с несколькими узлами, с несколькими докер-контейнерами, с несколькими GPU, в общем, все это теперь можно классно управлять и мониторить с помощью Kubernetes, который теперь, опять же, поддерживает GPU. Хорошо. Вот что касается инфраструктуры. То есть, опять же, вот главное, что нужно запомнить, если не слышали раньше, то это докер-контейнеры. Вы очень часто будете с ними сталкиваться, даже вот когда какой-то готовый код вы пытаетесь скачать с GitHub, очень часто разработчики там рядом с кодом прям положат вам докер-контейнер некоторый, точнее, скажем так, докер-файл. Это файл, который, с помощью которого можно создать себе контейнер с теми самыми библиотеками, которые использовал разработчик вот этой библиотеки или там вот этой программы, которую вы скачали, чтобы вы, опять же, не играли там в угадайку с версиями. Так, идем теперь в библиотеки и SDK. Опять же, что есть у NVIDIA для того, чтобы у вас все быстро работало в плане машинного обучения, нейронных сетей и прочего. Ну, началось все, как я уже сказал, с библиотеки CUDA. Это, по сути, опять же, просто некоторые API для того, чтобы вам можно было какие-то задачи решать на GPU. То есть, если вы вообще какую-то совсем абстрактную задачу решаете, там, какие-то научные вычисления, еще что-то, визуализация какая-то, то вы, как правило, просто начинаете с CUDA. Если кто не знает, это вот, грубо говоря, вы пишете программу на C или C++, и вот на похожем языке вы пишете программу, но там вы уже не на процессоре что-то считаете, а на GPU. То есть, вы пишете, допустим, ага, вот этот вектор складываем с этим вектором или там еще что-то. Это все реализовано на CUDA. И даже вот, скажем так, еще до того, как начали появляться фреймворки и библиотеки по машинному обучению, многие разработчики сами писали свои фреймворки на CUDA, чтобы на GPU быстро читать нейронные сети. Но потом появился целый зоопарк различных библиотек. Ну и начнем, пожалуй, вот я про четыре из них расскажу отдельно, но вот про две из них так быстренько вскользь скажу. QSPARSE это, по сути, библиотека для быстрого умножения разреженных матриц. То есть, если вот QBLAS это просто библиотека для линейной алгебры таких плотных матриц, скажем так, обычных матриц, вот QSPARSE это специальный подтип BLASA для разреженных матриц. То есть матриц, где у вас очень много нулей. Но это, скажем так, не очень, может быть, пригодится в машинном обучении, но для каких-то других задач эта вещь бывает полезна. Теперь NCCL, или правильно это еще называется, никель. Это штука, которая позволяет вам делать какие-то, опять же, массовые операции в случае, если у вас несколько GPU в одном компьютере, или у вас несколько, опять же, кластер из нескольких узлов. Например, вам нужна у вас суперогромная матрица или суперогромный вектор, который лежит там на четырех GPU, и вам нужно по нему там сумму просчитать или там наоборот распределить. В общем, такие стандартные мульти, скажем так, параллелистические вещи, типа broadcast, reduce, в общем, такие классические операции, которые теперь можно выполнять на нескольких GPU с помощью этой библиотеки. Ну, давайте по остальным пробежимся. QBLAS, как я уже сказал, это по сути, ну, BLAS, это означает базовые операции линейной алгеби, там Basic Linear Algebra Subroutines. А QBLAS, это все то же самое, только на CUDA, то есть на GPU. Опять же, мы уже знаем, почему это все классно работает на GPU. Массовый параллелизм, большие матрицы, умножаем, все классно, быстро работает. Тут есть все три уровня BLAS поддерживаются, это скаляры вектора, вектор на матричное умножение и умножение там матриц и так далее. В принципе, уже с помощью этого можно было бы делать какой-то Deep Learning Framework, если все свести к матричным умножениям, но этим все не ограничивается на самом деле, потому что есть еще какие-то другие операции, которые с помощью этих тяжело представить в машинном обучении. Поэтому на помощь нам приходит библиотека QDNN, где уже кроме, помимо таких абстрактных операций, типа матричного умножения, используются вполне конкретные операции, которые очень, скажем так, часто используются в каких-то архитектурах нейронных сетей. Например, очень полезная сейчас часто используемая операция свертка. Она не только даже в сверочных нейронных сетях применяется, можно еще где-то ее применить, но в общем просто вот такая классическая двумерная или даже трехмерная свертка. Затем вот конкретно в нейронных сетях есть такой слой пулинг, например, max-pulling или average-pulling. Тоже под это есть отдельная специальная функция и так далее. Теперь, как этим всем пользоваться? Ну вот представьте, есть у вас какая-то сложная нейронная сеть, это может быть какой-то сложный вычислительный граф с кучей веток и прочим. Но в какие-то моменты вам нужно вот, ага, хочу сейчас вычислить свертку или хочу сейчас вычислить там умножение матрицы, полносвязный слой. И вот во все эти моменты ваш какой-нибудь либо ваша программа, либо ваш высокоуровневый фреймворк, он обращается к библиотеке QDNM. То есть именно оттуда он берет эти реализации. Ага, сделай мне быструю свертку. Или, например, сделай мне backpropagation от сверточного слоя и так далее. То есть вот эти все атомарные операции здесь реализованы. Какие-то другие ваши кастомные специальные операции вы можете реализовывать чуть ли не там в питоне самостоятельно. Но вот там, где bottleneck, то есть там, где самое сложное вычисление, это все уже отдано по сути в GPU. Так, и перед тем, как вот сюда перейти, хотел бы сказать, что хорошая новость в том, что если вы используете какой-то высокоуровневый фреймворк, там популярный, например, TensorFlow или PyTorch, то там уже есть внутри них поддержка QDNN. И если вы, скажем так, скачиваете GPU-версию того или иного фреймворка и включаете в нем поддержку GPU, уже автоматически вы получаете все нужное вам ускорение. То есть это, если вы используете готовый фреймворк. Иногда, например, вы не можете использовать готовый фреймворк, и вам нужно какой-то, например, собственный inference engine написать или какую-то собственную программку, которая будет использовать вот эти вот примитивы из нейронных сетей. и тогда вы уже используете QDNN напрямую. Теперь. Да, вопрос. Кублас отдельно. Но вообще кублас, он идет внутри куды уже. Да, вам нужно поставить сначала CUDA, потом QDNN, потом TensorFlow. Но еще лучше взять Docker container, где это уже все поставлено. Так, значит, QDNN, там содержатся такие примитивы, которые вы можете использовать как во время обучения, так и во время inference. Теперь, обучение – это вещь достаточно сложная, там очень много разных трюков может использоваться, то есть это такая целая прям наука. Но когда вы уже вашу модель обучили, тут уже все про производительность и у вас уже конкретная какая-то моделька, которую вы хотите быстро запустить. Это чуть более простая задача, потому что здесь уже, например, не знаю, какие-то слои вам не нужны в нейронных сетях. Например, если вы обучаете там состязательную сеть, GAN, то вот потом у вас по сути две нейрости используются со сложными там взаимодействиями, а потом вы когда уже делаете inference и вообще одну выбрасываете, остается только одна из них и какие-то там другие операции исчезают. То есть в общем inference – это вещь более простая, чем обучение с точки зрения блоков вычислительных алгоритмических, которые для этого нужны. Поэтому идея есть такая. Давайте сделаем специальную библиотеку, которая будет заточена под inference и более того будет ваш граф не просто вот скажем так, как раньше я вам рассказывал, мы взяли какой-то граф из состоящих каких-то узлов, вычислительных граф и каждый из его узлов оптимизировали с помощью QDN. Давайте пойдем дальше и теперь весь граф будем оптимизировать. Это для inference достаточно легко сделать, так как опять же вариативность моделей в inference меньше, чем в обучении. Для этого нам поможет библиотека TensorRT. Сейчас я достаточно коротко про нее расскажу, но сегодня у меня будет после обеда второй доклад конкретно про нее и конкретный пример буду показывать, как оптимизировать модели с помощью нее. Но если вкратце, что она делает? То есть вы обучили вашу модель, зафиксировали веса, теперь хотите отправить в продакшн на inference. Вы прямо вот даете весь свой обычный граф внутрь этой библиотеки и она производит с ним ряд оптимизаций и выдает на выходе уже такую скомпилированную, можно сказать, скомпилированный engine некоторый, который уже все правильно зашито, все расставлено на свои места, соптимизировано, который вы можете уже дальше запускать, как есть, не прибегая к вашему изначальному фреймворку, избегая всяких overheads, если вы это в питоне, например, запускали. Какие оптимизации эта штука делает? Во-первых, она оптимизирует саму структуру графа. То есть если какие-то слои можно, допустим, склеить в один слой, она это делает. Если какие-то слои можно удалить, она это делает. Дальше. Автоматический подбор кернелов. Что это значит? Допустим, есть у нас свертка. И свертку можно реализовать разными методами. Например, вот прям в лоб написать по определению. Например, можно свертку сделать с помощью умножения матриц. Можно с помощью преобразования фурье. Можно с помощью алгоритма винограда. Куча разных алгоритмов. Вопрос, какой взять? И вот тут идея в том, что TensorRT затачивается под конкретную архитектуру вашего железа. То есть у вас есть конкретный компьютер, на котором вы собираетесь запускать inference. И вы запускаете на нем оптимизацию с помощью TensorRT. И он, по сути, просто прогоняет все возможные варианты с вашими текущими параметрами. То есть вы все параметры зафиксировали именно так, как у вас это будет работать в боевом режиме. И он проверяет все возможные варианты, какие у него доступны, и выбирает самый наискорейший. И это происходит для каждого конкретного слоя, для каждого конкретного блока. И вот эти все наискорейшие элементы он собирает в один единый граф. И вот, пожалуйста, у вас как бы самая быстрая реализация этого графа, который вы можете получить на данном конкретном железе. Вот. Ну и еще что... А вот, например, еще пониженная точность. То есть, например, если вы обучили в Floating Point 32, то с помощью этой библиотеки опять же, вы можете автоматически все это сконвертировать в FP16. А если вы делаете конвертацию дальше еще в INT8, то вам потребуется калибровка. Ну, чтобы веса, допустим, скалибровать, вы же не можете их просто округлить и все, у вас там все тогда разойдется. Их нужно привести к нужному диапазону. Для этого внутри этой библиотеки есть процедура калибровки. Нужно подать там некоторый специальный датасет. Ну, не специальный, а просто некоторый датасет, чтобы на нем нейронная сеть поработала, а поняла, в каких диапазонах заходят веса и, допустим, скалибровала собственно эти веса. Ну, еще разное дополнительные штуки здесь есть. Вот. Теперь, если вы не хотите заботиться о том, опять же, как это все запустить в продакшн в случае того, когда у вас не просто, допустим, вы одну картинку обработали и все счастливо. Очень часто вам приходится либо руками мастерить, либо каким-то сервисом прибегать, собственно, когда вы хотите сделать прям целый полноценный сервис по обработке запросов по инференсу. Например. Например, вы делаете некоторое приложение, в котором пользователи, допустим, что-то фотографируют, отсылают вам на сервер, вы это дело распознаете, присылаете пользователям ответ. И тогда вам нужна какая-то система, которая вот эта вот содержит очередь запросов, которая оптимально распределяет нагрузку и так далее. То есть, во-первых, вы можете это все попробовать написать самостоятельно, но это достаточно сложно. Сам пробовал, прям очень много вещей отвлекает. То есть, вы как бы data scientist должны нейронными сетями заниматься, а вам приходится очень такими низкоуровневыми вещами заниматься. Есть такие вещи, как TensorFlow serving. То есть, по сути, у фреймворка TensorFlow есть вот эта вот вещь, которая помогает, собственно, вот этот веб-сервис за вас организовать. То есть, как бы ваш inference обернуть как бы в сервис. То есть, это некоторый веб-сервис, он не обязательно должен где-то в интернете, в облаке работать. Это может быть прямо на вашем компьютере. То есть, у вас, допустим, одна программа обращается к inference-серверу, который прямо на этом же компьютере сидит. Просто по протоколам сетевым она к нему обращается. Хотя даже не обязательно сетевым. И вот эта вся вещь автоматически распределяет нагрузку, смотрит, какие очереди вам расставить и так далее. Но это все то, что у TensorFlow. Но можно пойти еще дальше. как TensorRT Inference Server. Здесь идея примерно такая же, как я вам уже описал. Но дополнительно здесь вы можете еще получить следующее. Во-первых, вы можете использовать разные фреймворки. То есть, например, у вас один сервис, но задачи он решает разные. Например, у вас такое сложное приложение, что там надо и картинки распознавать, и голос обрабатывать, и еще какую-то классификацию делать. И для этого у вас разные модели и написаны в разных фреймворках. Вы можете использовать разные фреймворки на одном сервисе. И он будет автоматически распределять нагрузку, задачи раскидывать по фреймворкам и по GPU. Дальше. Так как это все используется на нашем GPU, мы знаем, как эффективно раскидать задачи. Не просто как одна большая задача, это одно что-то атомарное, а буквально можно, допустим, на уровне прямо слоев. То есть, ага, посмотреть, какие слои нам на какие GPU отправить, чтобы это все эффективно считалось. То есть, такая полная оптимизация в плане инференса. Скажем так, если у вас несколько запросов приходит, вы это все можете раскидывать. Ну, а модель такая, вот как я вам уже описал, то есть, допустим, какие-то запросы от клиента, сделай мне, пожалуйста, инференса. Это может быть по HTTP, это может быть через GRPC, то есть, это такая более низкоуровневая вещь, если у вас все на одной машине вертится. Ну, понятно, там обработка этих запросов, очередь, фреймворки, поддержка различных моделей в каком-то одном репозиторе, то есть, опять же, чтобы удобно было подавать новые модели, а то, знаете, иногда бывает у вас все работает, потом приходят эти сайтисты, говорят, вот я обучил новую модель, и вы такие, так, ее надо как-то сейчас встроить, а старую мы как убираем или что. То есть, вот это все версионирование, оно все здесь как бы за вас решено. Ну, и понятное дело, что это все работает на кластере там из нескольких GPU. Так, уже там подходим к концу с вами. Такая вещь, как DeepStream SDK. Это тоже достаточно специализированная вещь под конкретную задачу, а именно задачу, состоящую в том, что вам нужно распознавать или как-то обрабатывать видеопоток. И вам нужно, чтобы это прям в режиме реального времени работало. Да, допустим, вы сделали очень хорошую нейросети, которая быстро работает, соптимизировали ее с помощью TensorRT, у вас быстрый инференс. Но очень часто, вот чтобы весь пайплайн как бы непрерывно работал, вам нужно дополнительных усилий затратить немножко. Или, например, если вы этого не сделаете, то у вас будут где-то просадки в производительности, не потому, что у вас нейросеть медленно, а где-то у вас будет bottleneck в другом месте. И вот чтобы ничего этого не было, есть такая вещь, как DeepStream SDK, который, по сути, весь пайплайн оптимизирует. Пайплайн, по сути, может представлять собой на самом деле любой граф из разных тоже операций. Но вот типичный пример, это когда у вас какой-то идет видеопоток, он, допустим, декодируется, как-то припроцессится, потом делает какой-то там inference с помощью нейронной сети, потом вы опять получаете либо какие-то предсказания, либо какой-то уже другой видеопоток. И вам, например, это нужно в видеоаналитике, например, вы там смотрите, как посетители в магазине себя ведут или еще что-то там с камер каких-то что-то наблюдаете. Вам на выходе тоже нужно видеокартинку, допустим, с какими-то уже нарисованными там метками или еще чем-то, в общем, с результатом распознавания. Это тоже для этого вам нужно все это видео закодировать опять, совместить и так далее. То есть вот чтобы никаких вот этих просадок между блоками не было, все это реализовано в виде такого единого потока. И это можно с помощью этой библиотеки реализовать. Ну и на закуску, раз уж мы говорим о разных библиотеках, их на самом деле очень много таких маленьких библиотек, которые ту или иную конкретную прикладную задачку решают. Часть из них доступна, кстати, в open source на github. То есть если там на github найти грубо говоря там nvidia аккаунт, там очень много будет тоже таких open source нах библиотек по ускорению того или иного дела там либо на gpu, либо просто вообще, то есть речь про именно там ускоренный pipeline. Вот в качестве примеров полезные вещи. Библиотека DALI, она про быстрый pipeline обработки данных. То есть когда вы, допустим, делаете свой какой-то pipeline по машинному обучению, и у вас быстро, соответственно, само обучение работает быстро, а вот работа с данными не очень быстро. Там, например, загрузка, декодирование, припроцессинг и так далее. Чтобы это все тоже работало быстро, можно использовать вот эту библиотеку. Apex for PyTorch. Для любителей PyTorch тоже эта штука позволяет, по сути, распараллеливать хорошо PyTorch по нескольким, допустим, кластерам, серверам для, в общем, распределенного такого обучения. Ну и тоже полезная вещь, NVGPEG, так как, опять же, если вы суперклассно настроили свою нейронную сеть в плане обучения, у вас там все летает, все свертки летают, но вам все равно нужно загружать картинки и их декодировать. И очень часто картинки у нас хранятся в JPEG. И чтобы это все тоже быстро работало, чтобы на CPU у нас это все не замедлялось, мы это тоже можем реализовать на GPU, вот, например, с помощью NVGPEG. Речь, конечно, про то, когда у вас, про тот случай, когда у вас bottleneck не находится в чтении с диска. Понятно, что если у вас медленный диск, то у вас все и так будет медленно. Например, такое бывает, такие случаи, когда вы весь датасет свой загрузили в оперативную память и у вас нет больших bottleneck или торможений с загрузкой. А есть, например, с декодированием там параллельным каким-то. Ну вот NVGPEG вам поможет. Вот, на этом все с этой частью. Как я уже сказал, будет еще продолжение конкретно про TensorFlow.rt с примером. Ну, наверное, все. Можно послушать ваши вопросы. Здравствуйте. Спасибо за доклад. Скажите, пожалуйста, а есть какие-нибудь стандартные конвертеры для конвертации моделей из фреймворков в TensorFlow.rt? Ну, скажем, вот я обучил на TensorFlow, скажем, модели, и хочу автоматом ее упоминать. Отличный вопрос. Буду подробно про это рассказывать во второй части. Но если коротко, то из всех известных фреймворков есть конвертер. А точнее так, из TensorFlow есть конвертер, из обычного кафе есть конвертер. И все остальные товарищи поддерживают такую вещь, как ONNX, то есть это такой открытый формат обмена моделями. И через него вы можете тоже импортировать и конвертировать. Скажите, вот есть какие-то бенчмарки, насколько, ну, условно, вот если до сих пор не использовал GPU, стоит ли вообще это делать? Во сколько раз, условно, там, ну, понятно, что зависит от процессора, от видеокарты, в целом, ускоряется, например, обучение нейросети, там, либо вот в каких-то, ну, других алгоритмах, которые используют линейную алгебру, вот обучение. Это первый вопрос. Второй, AMD, ну, конкурент NVIDIA, он предлагает что-то подобное, либо это эксклюзив NVIDIA, именно вот эти карточки нужно использовать? По поводу CPU versus GPU, тут, понятно, зависит от миллиона факторов, но там, не знаю, это сотни, сотни, тысячи раз. То есть, не знаю, если вы можете там раньше неделю вы обучали, то сейчас за несколько часов вы можете обучить. По поводу AMD, ну, конечно, я подробностей не знаю, они делают, понятное дело, тоже какие-то карточки, в плане библиотек тоже с недавних пор или, кажется, начали что-то делать, но до недавних пор люди используют такую вещь, как OpenCL, то есть, это вещь, которая, в принципе, не заточена под конкретную GPU, она аналог куды про распределенный, массовый параллелизм на графических ускорителях или на еще чем-то OpenCL, но проблема с OpenCL, что все-таки мало поддержки у него в плане фреймворков, то есть, да, действительно что-то есть, но в основном, большая доля рынка на куде сидит и на NVIDIA GPU, но они действительно стараются сейчас активно тоже вскочить на этот рынок в плане библиотек, ну, железо, понятно, у них есть какой-то. Добрый день, скажите, вы там говорили про сервер, как он запускается, у него есть какие-то стандартные контейнеры, как это вообще все устроено технически? Ну, скажем так, вот как конкретно он запускается, я не знаю, потому что не запускал, но по поводу контейнеров, если вы имеете докер-контейнер, то… Не совсем, есть, например, контейнеры по джаву и прочее, вот в каких контейнерах эта штука живет, то есть она, как бы, она представляет себя как некий HTTP-серр, вот в каких контейнерах она живет, в своем собственном или может жить в каких-то еще? Ну, скорее, вот, если я правильно понял, вопрос, скорее в своем собственном, то есть это вещь в себе, то есть она не ведет себя как какой-то другой веб-сервис, веб-сервер, допустим. Мы лучше, конечно, почитать документацию, но вот как я себе это представляю, вы просто вот, грубо говоря, эта вещь у вас установлена, вы ее запускаете, там, какие-то настроечные файлы и так далее, то есть, опять же, если это в контейнер вы берете докер-контейнер, у вас это уже штука установлена, то есть вот именно в плане вот аналогии с какими-то другими веб-вещами я бы здесь не проводил. А подскажите, пожалуйста, вычисления на GPO не являются детерминированными, то есть, если, например, миллион раз перемножить одни и те же две матрицы, то получим миллион раз один и тот же результат. И второй вопрос, соответственно, есть ли возможность использовать точные вычисления, так же, как на CPU? По поводу детерминированности, если фиксированы все версии драйверов и библиотек, то да. Если, там, допустим, разные версии драйверов, то может отличаться, допустим, ну, реализация какого-то алгоритма поменялась. По поводу точных вычислений вы имеете там с бесконечной точностью? А что? А, не, ну, в смысле, точность, если речь про какую-то ограниченную точность, то у вас тоже выбор, в какой точности вы считаете. Это может быть, допустим, на CPU это называется Floyd и Double, да. Соответственно, на GPU тоже все это есть. Floyd это FP32, Double это FP64. То есть, да, конечно. Вместо себя. вопрос, есть ли какие-то технологии, которые бы позволили ускорить вычисление путем масштабирования количества GPU? Я говорю про обучение одной конкретной модели. Вот. И второй вопрос. Допустим, у меня есть какой-то тестовый сервер, в котором установлено 2-3 GPU. Я понимаю, что мне мощности не хватает и хочу поставить еще второй же сервер. То есть, синхронизация не в рамках одной шины, а, например, синхронизация по сети. Понял. Ну, вот смотрите, вот эта вещь, которую вы затронули, сейчас со второго вопроса начнем, это вот и есть, допустим, хотя, знаете, вот на самом деле ответ я бы дал на оба вопроса сразу. То есть, вещь называется как распределенное обучение. Это большой топик и с точки зрения софта, как это все реализовать, и с точки зрения алгоритмов. То есть, вам не удастся просто взять и, скажем так, поставить сервер из 1000 GPU и тот же самый алгоритм на нем запустить. Как правило, вот это вот распараллеливание, оно сводится к таким вещам, как либо дейта-параллелизм, либо модул-параллелизм. Самый простой это дейта-параллелизм, то есть, по сути, у вас батч, то есть, набор примеров, которые вы подаете на одну итерацию градиентного спуска, он очень большой. Но вы не можете его просто сделать произвольным. То есть, тяжело просто взять и сказать, вот я миллион картинок за один проход подаю, потому что у меня есть как бы 100 тысяч GPU, допустим, там, не знаю, по 100 на каждую я раскидал, и все получилось. Нет, у вас алгоритм будет плохо сходиться, поэтому нужно сам алгоритм машинного обучения настраивать. Это отдельная тема, как бы отдельный ресерчек. Но, опять же, если говорить про результаты конкретные этого ресерча, то да, такие вещи есть. То есть, можно, например, на очень много GPU или кластеров все это распараллелить, и, допустим, какие-то вещи, которые раньше обучались днями, обучить действительно за часы, или там сейчас вот соревнуется, кто быстрее обучит, там, имейджинет, какую-нибудь сеть, там, да, вот за 15 минут и так далее, там, разные компании соревнуются. То есть, да, действительно, это можно сделать, и там нелинейная будет, нелинейный рост производительности, если вы будете добавлять GPU, но какой-то рост получить можно. Опять же, два ограничения. Первое – это то, что у вас будет какой-то overhead, нелинейный рост самой конкретной производительности, и второе – у вас будет алгоритмическая проблема в плане сходимости со своей модели. Вот. Ну, и в плане, вот, ближе опять ко второму вопросу, про то, можете ли вы, значит, просто поставить еще одну GPU или еще один сервер, и у вас все будет классно работать. Это тоже зависит. Это зависит от конкретно того фреймворка, который вы используете. То есть, вот, например, как пример я сказал, в PyTorch, чтобы у вас это все классно заработало на нескольких машинах, вам нужно, например, специальную библиотеку привлекать. Это как-то реализовано, там, мульти-GPU, мульти-ноут и так далее. Но, опять же, нужно смотреть каждый конкретный фреймворк. В теории, да, это возможно, но это не на уровне, вот, как бы, QDNN или чего-то прочего. Это, скорее, на более высоком уровне реализуется. Ну, то есть, мне нужно заранее закладывать такую возможность в алгоритм, который я строю, если я хочу параллелить на нескольких GPU. То есть, это не любой фреймворк сделает автоматизировано. Да, то есть, это как бы совсем вот так вот не получится. То есть, нужно будет, скажем так, то, что закладывать прямо в алгоритм, я бы не сказал. Скорее всего, все равно вам нужно какие-то эксперименты первые сделать там с маленьким, с маленьким количеством чего-нибудь, там, GPU или чего-нибудь. А потом просто какие-то небольшие усилия еще дополнительно потратить, чтобы это все дело распараллелить. спасибо. Еще был вопрос, да? Я вообще инженер по машинному обучению. Откуда же я знаю? Да, но я инженер. Я ни маркетолог, ни продажник, ни за проценты, ничего не знаю. Слушай, ну, спадает же это самый интерес к криптовалютам, так что должно быть, должно дешеветь. Сейчас уже эти самые можно вменяемо на авито купить списанные 1080 TI. Ну, ну, 28 и запустили буквально пару дней назад продажи в России. Ладно. Смотрите, можно я тоже вопрос задам? Мне просто интересно мне технический. Даже два, так, по-быстрому. Да, можно и три. Вот. Смотри, первый вопрос. Я сейчас ковыряю NVIDIA на Kubernetes активно. И там, собственно говоря, два момента напрягают. Во-первых, как мониторить потребление ресурсов. То есть, я знаю, там есть вот это NVIDIA SME утилита, который показывает. Ну, может быть, есть что-то еще более продвинутое, что стоит использовать. А второй вопрос. Я, насколько знаю, вообще где-то был какой-то, по-моему, драйвер, который позволяет ресурсы в контейнерах, ну, то есть, грубо говоря, одну видюху нарезать на несколько контейнеров, почему именно по ресурсам. То есть, раньше это было вообще невозможно, сейчас, по-моему, какие-то технологии для этого есть. Вот. Можешь что-нибудь про это тоже сказать. Вот, повторяю, не очень понял, зачем видюху нарезать на контейнере, можно просто на одной видеокарте запускать несколько процессов. это понятно. Я имею в виду, чтобы количество ресурсов максимальное, которое ты можешь потребить, оно ограничивалось. То есть, как-то через все группы ограничиваешь в докере, да, что у тебя там нельзя больше там без стигигов оперативы использовать, грубо говоря. Я понял, но вот про такую штуку я не слышал. То есть, да, ну, это специализированный драйвер какой-то, видимо, нужен для этого. если не слышал, то нечего страшного. Хорошо, по поводу мониторинга ресурсов, начнем с того, что вот кроме NVIDIA SMI я сейчас пользуюсь такой вещью, как NVTOP, это как просто топ или HETOP, только NVTOP. Это как бы какая-то вообще open source на вещь, просто по сути обертка над NVSMI, она так, в более таком удобном виде все это показывает, рекомендую. Вот, в плане того, как это в Kubernetes мониторится, вот, честно говоря, не знаю. Ну, мне кажется, там должно как-то вот по аналогии с Mezos. По-моему, пока никак. то есть, так как там ты можешь поставить там, вот этот же Prometheus туда и использовать этот самый NodeExporter какой-нибудь и его там заапдейтить так, чтобы он из NVIDIA SMI тоже брал параметры, есть тоже готовые для этого какие-то штуки, но я не знаю, что что-то централизованное, прямо такого я не видел. Ну, да, наверное, вряд ли что-то прям такое более глубокое или что-то другое, нежели информация, которая из NVIDIA SMI получается вряд ли. То есть, драйвер только это предоставляет. Ладно. Спасибо. Спасибо, Дмитрий.